Все мы любим чистоту. Чистоту в доме, во дворе, в лесу. И к ее соблюдению имеем непосредственное отношение. Но иногда почему-то не вмешиваемся там, где это требуется. Да еще и вредим, оставляя после себя разного рода мусор. На ведению порядка на земле сейчас уделяется пристальное внимание. Сотрудникам гурноинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды во главе с Максимом Макаревичем ведется постоянный контроль. Вместе с ними мы отправляемся в рейд и обнаруживаем целую гору мусора, сваленную в зарослях вблизи микрорайона Жемчужный. При очередном проведении, так сказать, контрольных мероприятий в рамках наведения порядка на земле выявляются вот такие вот факты на территории города Пинска. К сожалению, данное место находится вдали, так сказать, от людских глаз. То есть сюда имеется свободный доступ и нерадивые граждане наши, вот подвозят сюда такие вот, такого вот рода отходы. Причем можно заметить, что эти отходы здесь скопились не так давно в принципе, но я думаю, что это дело рук одного человека. Засоренность стихийной свалки на данной территории сотрудниками природоохранной службы выявляются постоянно. Таков уж менталитет некоторых наших людей – не обременять себя усилиями, собрать и отвести отходы в отведенные для этого места. За последние несколько лет микрорайон Жемчужный достаточно сильно прирос и стало очевидным появлением здесь новоселов. В первую очередь из-за присутствия разного рода мусора, бытового. Сейчас зелень немножко скрывает все это дело, но на самом деле его достаточно много. Пластик, бумага, ветошь, стекло. Все это можно было бы поместить в мусорные контейнеры для сборов турсырья. Не вмещаются в них отходы? Тогда есть возможность заказать дополнительные контейнеры, куда можно поместить, к примеру, крупногабаритные или строительные отходы. Увы, некоторые не хотят тратиться на такую услугу и выносят либо вывозят мусор просто в лес. Все потому, что остаются безнаказанными. А если бы их штрафовали, причем на внушительную сумму, как принято в некоторых странах? В таком случае наши граждане предпочли бы принять предложение коммунальщиков. А крупногабаритные отходы, у нас есть три способа от них избавиться населению. Это или своим транспортом завезти на полигон, заплатив за метр кубический рубль 55, либо заказать у нас контейнер. То есть два вида контейнера. Малый, 0,75 метра кубических, это где-то 15 рублей стоимость. И восьмикубовый открытый контейнер 117 рублей. Такие и дополнительные услуги, говорит Игорь Зырко, пользуются спросом. Но все равно те, кому плевать на чистоту, находятся. Мы уже даже установили камеры в городе на контейнерной площадке, около 30 камер. И люди видят, что камеры стоят. Здесь в указателе стоит, что камера. Но по камерам смотришь, кто вынес. Ночью выносит. В ночное время. То есть лиц не увидеть, не разградить. То есть привлечь к административной деятельности не можем из-за того, что не можем определить, кто откуда выносил. Гаражно-строительные кооперативы Пинска и Пригорода. На их территориях также нередко можно встретить мусорные свалки. Но это было в прошлом, говорит Максим Макаревич. Сегодня ситуация исправляется в лучшую сторону. И вот показательные примеры. Хочется отметить ГСК Галевский. В студенческой гаражной кооперативе оборудованы шлагбаумом и контейнерными площадками. То есть люди относятся с пониманием, плюс производится постоянный контроль. Но в то же время имеется также на территории города Пинска ряд гаражных кооперативов, где все-таки существуют такие факты подвоза отходов. Как раз такой факт накануне обнаружили в ГСК номер 18 по улице Федотова. Но будем надеяться, что и здесь вопрос решится, если будет хозяйский подход. Коммунальные службы у нас работают эффективно. И вообще люди более серьезные и ответственно относятся. То если брать вот такие вот территории, то мы видим все-таки иногда попадаются вот такие вот случаи. На контроле такие места у нас постоянно. Результаты деятельности горроинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды в цифрах. За текущий период в ходе контрольных мероприятий за наведением порядка на земле субъектами хозяйствования выявлено 244 нарушения, вынесено 44 предупреждения, а также 13 постановлений об административных взысканиях на общую сумму 12 600 рублей. Вопросы по благоустройству и наведению порядка регулярно рассматриваются на заседаниях исполнительных комитетов города и района. И впредь им будет уделяться самое пристальное внимание. Субтитры создавал DimaTorzok